здравствуйте уважаемые мои подписчики я очень давно не выходила на просторы ютюба на это были свои причины у меня созрела идея рассказать вам маленькую маленькую не историю а просто то что я подмечаю и сравниваю с культурой откуда я родом то есть я сравниваю американскую и нашу постсоветскую культуру в данный момент я нахожусь в одном из отелей одного из лучшего резорта то есть это курортные места скоттейла а я сюда приехала значит встретиться по своим делам по бизнесу ну и пока я сейчас вот одна осталась и пусть не придаем люди приходят сейчас полдень люди приходят кто пообедать кто просто взять какой-то drink потому что люди основном здесь это марриот jw люди основном здесь приезжие приезжают на отдых ну вот знаете какое отличие между нашей женщиной которую любят у нас в россии и которые характеристики которые приветствуются и превозносятся мы считаем что женщина именно такой должна быть я имею ввиду женщина по отношению к мужчины мужчине и значит разница в том что американский мужчина видит предпочитает обожает женщины не русские мужчины американские вот я сейчас я не хочу снимать потому что это правило все потому что я не могу посягать на личную жизни фотографировать меня просто могут за это посудить но что я хочу сказать сидит женщина они пришли вдвоем мужчина и женщина она блондинка искусственным загаром мужчина и американец лысый ну лысый ватт и не будем говорить что у него совсем не волос высокий когда они только зашли сюда я нахожусь здесь или так называемый баром это не совсем бар но туда поближе там бар когда они только зашли мужчина сразу оглянулся по сторонам окинул взглядом всех кто здесь находится всех кто здесь сидит ну то есть он мужчина есть мужчина он сравнил всех кто находится в этой эре он просканировал лучше ли другие женщины его женщины ну я так думаю что он не нашел никого кто бы он посчитал мог бы сравниться с его женщиной значит дальше они проследовали сели за столик и мужчина очень радостный очень счастливая очень чувствует себя таким знаете наполеоном женщина тихая молчит но когда они сели кресло за столик и стали ждать бармена когда он подойдет и предложит им напитки женщина так вот знаете вот два кресла рядом вот например я это женщина а мужчина вот там сидит женщина она приняла позицию дальше от мужчины а мужчина принял позицию ближе к ней вот они сидят он старается вот знаете как будто когда смотришь discovery channel о птицах о животных и когда самец пытается показать все свои прелести перед самкой вот происходит то же самое он сидит он с ней разговаривает он на нее смотрит он не смотрит вообще по сторонам не смотрит только на нее она сидит спокойно никакого проявления что она каким-то образом должна показать свое он не показывает то что я этот мужчина очень сильно нравится так так просто сидит как мумия не шевелится и все мужчина жить так и это и так он заказал напитки он заказал пиво он заказал там какие-то смешанные напитки маргариты ну все значит они принесли и вот она так сидит попивая а он и так и в конце концов он ее приобнял и он ее так поцеловал и она конечно сделала должение она ему так это подвинулась к нему и поцеловал и все и этот мужчина всячески оказывает ей внимание женщина никакого внимания ему не оказывает она просто сидит и ждет внимание от своего мужчины и вот я вспомнила когда однажды я где-то это было лет пять назад я сидела в одном тоже resort и так получилось что я сидела со своими друзьями за столиком мы там сидели и выпивали на закусывали и слышали музыку живую а впереди нас прям перед нами за столиком сидела пара очень приятно женщина и мужчина где-то таких лет на 40 45 я обратила внимание я еще подумала надо же как женщина она как она старается заинтересовать его своим вниманием оказать ему такое внимание чтобы он почувствовал что она его любит она сидела и с ним разговаривала и так глазами заглял заглядывала и все время она использовала свой селфон и делал автограмм его его на фоне значит это это исполнительной доживой музыки и так сидела и думала вот мы еще осуждаем что американцы так холодный она вот выглядит прям и ведет себя как наша то есть внимание было больше чем достаточно просто палатки было его сниманием мужчина так просто сидел без реакции не обнимал он к ней не приближался он никакой body language то есть его язык его тело не говорил о том что он к этой женщине вообще каким-то образом относится что вы думаете мы со своими друзьями сидели сзади них разговаривали на русском языке и вдруг эта женщина на русском языке нам что-то там говорит привет или что-то такое ну вот понимаете русская женщина и в африке женщина столько внимания мужчине когда он этого может быть даже не хочет такого изобилия поэтому я думаю что женщина всегда должна нести себя как королева женщина должна знать цену не важно какая она какой у нее бэкграунд что у нее за душой главное нести себя пусть мужчина как этот вот танцор как вот это вот птичка которая все свои пелочки красиво распускает свой хвостик и скачет и гугукает и издает разные звуки и обозначает что эта женщина ему нравится вот пусть он дать ему это делать не бежать впереди паровоза не показывать что вам этот мужчина очень так сильно нравится а ждать терпеливо выжидать быть тактичной свою тактику стратегию тактику свою вырабатывать сделать все возможное и невозможное иногда это трудно но надо к этому стремиться чтобы мужчина стремился вас очаровать так как вот я сейчас сижу и вижу и мне это между прочим очень нравится пока и и и и